Здравствуйте, дорогие соратники! Рад вас приветствовать на нашем круглом столе по вопросам спасения и защиты Фонда славянской письменности и культуры от распродажи молотка. Это один из последних очагов православия в нашей стране, который действительно каждый день занимался защитой традиционных ценностей. И все вопросы, которые мы здесь в парламенте ставили, это борьба с ювенальной юстицией, борьба с электронным концлагерем, борьба с всевозможными извращенцами, она все проходила обкатку там, все начиналось оттуда. Совещание проводится по инициативе Геннадия Андреевича Зюганова. Письмо на самом высоком уровне сейчас подходит к подготовке. И самое главное, чтобы результатом этого мероприятия было достаточно более массовое и эффективное взаимодействие общества для защиты этого островка русской культуры. С удовольствием передаю слово Николаю Петровичу. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. То, что мы сейчас здесь собрались, будет иметь, я надеюсь, резонанс в нашем обществе, поскольку это будет показано и по телеканалу «Союз». В течение этих суток обязательно будет показано. То, что сейчас мы собрались в попытках противостояния бесу, а идет, как известно, война Бога и дьявола, и он при попустительстве разных структур одолевает дьявол, потому что он работает через деньги. Здесь ему равных нет, он может подкупать, он может делать все, что угодно, и могут приниматься любые решения. Но давайте подумаем о том, какое решение было принято по поводу ликвидации единственного в Москве славянского центра. Это Международный центр славянской письменности и культуры, который был создан по благословению святейшего патриарха Алексея. Много-много лет тому назад я был у истоков создания фонда. Я помню, как это было, потому что уже тогда, когда создавался фонд, уже пришли новые времена. И вожжи в руки взяли те, кто направил нашу страну к погибели. Пятая колонна – это понятие известно всем в стране, об этом говорил президент. Что есть эта пятая колонна, которая не любит своей страны, в которой вроде бы живет. Тогда с огромным трудом удалось организовать создание фонда славянской письменности и культуры и отвоевать. Единственное здание в Москве. В этом здании фонд работал, будучи очагом славянской православной культуры. И стал очень важным местом для здоровых, нормальных, русских, православных, славянских, патриотических сил, которыми полна наша столица. О том, сколько было проведено за эти три десятилетия в этом фонде мероприятий, и какие имена аккумулировал фонд, можно уже писать легенды. Это не сам клыковыдающийся скульптор, признанный всей нашей страной, создавший более двухсот памятников. Сергию Радонежскому, Серафиму Саровскому, Илье Муромцу, князю Владимиру, княгини Ольги, Пушкину, Столыпину, Жукову, не с числа. Около двухсот памятников стоит по всей Руси святой на века, пробуждая память и генетическую память, с которой и пытаются бороться те, кто по недомыслию, может быть, а может, опираясь и на букву закона, посмел остановить деятельность фонда и выбросить на улицу фонд, потому что уже суды все прошли, все сказали, что да, всё нормально, всё законно. Уже это всё в исполнении у приставов, и выселение этого фонда может быть в любой момент. Что происходит? Почему именно по фонду ударили сегодня? Но, возможно, по тому же, почему ударили и по государственному, академическому, русскому концертному оркестру Баян, который приказом министра культуры Российской Федерации уничтожен. Вопреки указаниям президента страны Путина, который в 2006 году издал указ о сохранении поддержки оркестра, потому что президент понимает, как важны традиции в жизни общества, что без них погибнет Россия. Он попросил сохранить и поддержать. Это его фраза о сохранении поддержки оркестра. Но Министерство культуры Российской Федерации, а я это говорю ответственно, поскольку я являюсь первым заместителем председателя Общественного совета Минкультуры Российской Федерации, и мы пытались объяснить министру, что это нельзя делать. Он в ответ ответил, а вы знаете, что это первый оркестр, который мне предложили слить, как он объявил. Слить. Кто? Департамент, который ведает оркестрами, театрами. И я задаюсь вопросом, а почему Минкультуры во главе с нашим министром, который говорит о том, что указ президента от 24 декабря 2014 года об основах государственной культурной политики, требующей сохранения традиционных ценностей, является для Министерства Конституции. Ну почему же вы её так плохо выполняете? Почему вы презираете требования президента о сохранении традиционных ценностей и требования Конституции? Почему уничтожается центр славянской культуры, единственный в Москве? Здесь полно разных центров, а славянский-то один, а славяне-то – это краеугольный камень нашей нации, он держит всё, русские, украинцы, белорусы, единый народ. Почему рядом с тем, что уничтожаются традиционные ценности, процветают те, кто разрушают нашу культуру? Почему в центре города, на Пушкинской площади, мюзикл под руководством одного из, можно говорить, открыто, потому что история даст оценку деятельности этой личности господина Швыдкова, который был министром культуры, при котором культура наша попала в бедственное положение. Именно он причастен к уничтожению киностудии, детских фильмов, к уничтожению великого дирижёра Евгения Светланова. Это он его уволил, и Светланов не пережил позора и умер через несколько месяцев после изгнания из оркестра, из его детища. Швыдкой начал программу по уничтожению оркестра Политаева, и сейчас его последователи довели это до конца, до предела. Оркестра больше нет, Политаева. И сейчас хотят уничтожить славянский центр культуры. Что происходит в нашей стране? Куда мы придём с такой государственной политикой? И с тем, что закрывают глаза чиновники министерства, я их вижу каждый день и говорю уже открыто, что 90% тех, кто руководит нашей культурой, никакого отношения к понятию культуры не имеют. Они её не понимают. Она чужда для них. Малообразованные люди, которые распределяют бюджеты, почему-то дают гигантские деньги на патологию, театральную, кино, и отчитываются в своих посланиях о том, что у них идёт какое-то движение вверх в культуре. Всё очень серьёзно. И поэтому проблема фонда славянской письменности и культура – это проблема государственного масштаба. Если мы все позволим уничтожить этот бастион славянского духа, культуры, надежды всего нашего народа, а таких в России-то большинство, славян-то большинство, почему их отнимают? Я предлагаю обратиться к руководству государства с требованием, не просьбой, а требованием остановления этих безумных приказов по выселению фонда. Можно остановить приказы, принять и посчитать их недействительными. Это всё во власти государства. Если оно хочет развития нормального для страны, а не власти олигархов, не власти «куплю-продам», всё покупается, всё продаётся, всё можно за деньги сейчас, оказывается. Я в свои 72 года это открываю, что за деньги можно сделать всё и в судах, и в прокуратуре, и в правоохранительных органах. Это чудовищно. Россия пока ещё жива. Россия надеется на нашего президента, что он примет правильное решение. В фонде славянской письменности и культуры, во-первых, он должен продолжать свою работу обязательно, иначе это катастрофа для страны. В нём должен быть открыт музей великого русского скульптора Вячеслава Клыкова. Его потомки готовы передать этому музею всё, что нужно для создания музея. Фонд славянской письменности и культуры не может быть уничтожен. Будет уничтожен он, уничтожен оркестр Политаева, уничтожен Золотой Витязь, уничтожено ещё что-то, и русская культура перестанет существовать. Отечество в опасности. Это я вам откровенно говорю. Человек, занимающийся культурой 60 лет. Профессиональный кино, театр, музыка, литература. Я вижу, что делается. Я ещё раз обращаюсь ко всем, к нам и к нашей аудитории. О нас увидит весь мир, то, что здесь сейчас говорится. О том, что мы не должны делать ни шага назад. Стоять за русский дух, за славянство, за культуру, за нашу родину любимую, которая в опасности стоять и не давать тем силам, которые хотят уничтожить нашу культуру. Спасибо. Уже много лет, действительно, отовсюду, со всех концов России идут разговоры, идут действительно серьёзные, тревожные разговоры по поводу уничтожения славянской культуры, и пока ВОЗ и ныне там. Но зато потрясающе расцветает Ельцин-центр. Потрясающе. Я был там, и я имею право сказать, что происходит. Вот он, Ельцин-центр, где снят потрясающий фильм, видеоролик, по-моему, даже в формате 3D. Да, 3D, где Иван Грозный это совершенно смертельно опасный государь, который рубит горовушку боярам омерзительной совершенно личностью по внешним даже качествам, хотя, так сказать, противоречит, напрочь противоречит историческим всем данным, что это один из уникальных царей в истории России. Ну, может быть, я выскажу свою субъективную точку зрения, я очень много перелопатил литературы и, да, прикоснулся к личности Ивана Васильевича Грозного и довольно хорошо знаю эпоху XVI века. Я сейчас об этом остановить не буду, но когда исчезает из этого видеоряда Александр III, великий наш царь, действительно потрясающий царь, который сказал, в России нет друзей, в России есть только армия и флот. И когда Николай II, в котором непотребном совершенно состоянии, стоит на последнем кадре двухметровый, так сказать, наш президент, и сказано тексту, вот с приходом Ельцина Борису Николаевичу начинается свобода слова, свобода культуры, свобода печати и прочие-прочие вещи. Там огромное количество памятников, там целые троллейбусы стоят, там расстрел Белого дома. И эта площадь занимает чуть больше, чем сам Зимний дворец в Петербурге. Площадь, Зимний дворец, это огромный музей, это Ельцин-центр, который существует там, финансируется мощно, сильно, идет, и идут экскурсии, огромное количество зомбируется молодежи, людей. Это просто непотребно. И славянские письма, и скульптуры, и центр здесь, в центре Москвы, созданный патриархом и возглавлял Вячеслав Михайлович Клыков, гений, на сегодняшний день один из величайших скульпторов нашего времени. И то он огорожен этим огромными архитектурой, уже изначально мы заложены здания, высокими зданиями, чтобы просто внешне даже не видно было. Вот это потрясающе совершенно по архитектуре небольшое здание, небольшое здание, это капля в море в сравнении с этим центром. Идет дебилизация России, дебилов делают из наших детей, кинематограф, море крови и горы трупов. Убить человек все равно, что высморкаться. Что творится? Я уж не говорю, так сказать, НТВ со своим Мухтаром, это просто невозможно, так сказать, непотребно смотреть все эти вот эти фильмы, где конфликт между полицейскими и бандюганами, необремененными интеллектами, с бычьими шеями. Вот это, кстати, инструкции, как надо заниматься грабежом и насилием. Нет ничего, нет, духовность уничтожается. Я думаю, что и слава Говорухину, царство небесное, мы говорили сколько раз о славе, да как-то так, не надо этим заниматься, да ладно, да бог с ним, все. И культуру возглавляют, так сказать, как-то люди, люди ушедшие и ничего, особенно-то и не делавшие для культуры. Вы понимаете, что творится в эстраде? Точно сказал Бантин Ильич Гафт, потрясающе, вот человек, который в культуре собаку снял, даже, если позволите, с вашего позволения, просто прощусь, стихотворения, которые точно формируют, потому что без образа невозможно формируют, что такое происходит сегодня в России. Папса дробит шрапнелью наши души, ее за это не привлечь к суду, часть поколения выросла на чуши и новое рождается в бреду. О, солнышко лесное, чудо песни, как мы в неволе пели, чудаки, пришла свобода, стали интереснее песклявые уродцы-пошляки, слова ничто есть, вопли вырождения, тот знаменит, кто больше не здоров, кто вышел петь без всякого стеснения, без совести, без страха, без штанов, где песня, чтобы спеть ее хотелось, слова, где чтоб вовеки не забыть, но что горлами про кусочек тела, который с кем-то очень хочет жить, стели экрана, как из ресторана, для пущей важности, прибавив хрип отцы, они пудами сыпят соль на раны, как на капусту или огурцы, в халатике бесполая фигура запела, обнажившись без причин, противно этому, спой на мюро, о женской теплоте и мужестве мужчин, маленькая деталь, простите, может быть, не кстати, сегодня конференции серьезные, но это вот та самая характерная на сегодняшний день, краска, которая сегодня доминирует, это темная краска, краска безобразия, отсутствие образа, я даже две скульптуры, беру просто пескульптуру, которая находится у входа в Афгик, мой родимый, любимый Гиф, которым я преподаю 10 лет, я вижу Тарковского, так сказать, Шпаликова, вот они стоят в развивающей шарфы, так сказать, на встрече ветра, стоя, и сидит на папе, на лестнице, на этом, на ступеньках, с огромной чудовищной мотнёй, с какой-то красной каменной рубахой, за скорозными руками, с бычком, окурком, совершенно нелепым этим, фуражкой, это был Василий Макарий Шукшин, Василий Макарий Шукшин сидит, как нищий на этой паперте, когда экскурсии пробегают, и какие-то странные, так сказать, накрашенные с ботоксами, надутыми губами девицы садятся к нему на колени, это катастрофа, и тот же самый Клыков, это великие там создатели, другие люди, может быть, ненавидящие, по-своему, не очень уважительные, относящиеся к Василию Макарий Шукшину, а Басислав Михайлович Клыков создал блистательный скульптуру Василия Макария Шукшину на горе Пикет, на родине, где он родился, так сказать, там, на горе Кипет, и благодаря Михаилу Сергеевичу Евдокимову, тогда губернатору, они вдвое решили обосновательно, хотя столько было разговоров, руки поотрежут им, так сказать, плавун уйдет, и фундамент не выдержит, стоит, держит фундамент, потрясающе смотрится, и люди идут туда, вот центр, но Карлин, который был, слава Богу, он ушел с поста, я бы назвал его другим именем, который 13 лет гонобил фестиваль, гонобил фестиваль Михаила Сергеевича Евдокимова, единственный за Уралом, я президент этого фонда, 13 лет Михаила Сергеевича Евдокимова, уже нет на свете, единственный фестиваль спорта и культуры, в этом году было 27 тысяч народу, 38 команд, и Медынским плевать на эти всем дела, плевать, и там даже не обращают на эту, ни одна канал, ни одна программа идет, а я вижу этих мальчишек и девчонок, с розами щеками, они не пурят, не пьют, вот она, патриотические идеи, вот она, наша славянская культура, а потом начинается галоконцерт, 16 часов и до часу ночи, поет вся Сибирь, вся Сибирь, красоты необыкновенной, вот сейчас буквально где-то на днях, 6 октября, и еще там приехала игра и гармонь, Заболоцкого, 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 Заболоцкого приехала группа, они в шоке от этой красоты, сняли большой фильм, ну вот они покажут на этом канале, что-то там произойдет, а в целом ощущение, что мы, как американские индейцы, в резервации, в своей стране не можем, ни шагу не сдвинуть, ничего, не вдохнуть, ничего, а здесь, в этом центре, можно сделать и лицей здесь, можно создать какую-то группу, даже каких-то кружков, и чтобы доминировало, предположим, преподавание скульптуры, чтобы были скульптурные, мастерская скульпторов будущих сделала, там очень много, хорошее здание, там поэты собираются, потрясающий поэт, а русских людей убивают, убивают, убили моего казака, Володю, Наумов, Володю Наумов, потрясающий человек, который все уже предсказал, что будет с Украиной, что будет, гениальная совершенно вещь, огромная труды, работа, труды, и на даче его расстреляют, так сказать, вот по заданию, так, той самой пятой канулы, которая, которая стоила, как кось в горле. Вот, вот в двух словах, что бы я хотел сказать, наверное, по ходу будут какие-то разговоры еще, и, единственное, кто что-то, что-то сегодня как-то так, более-менее, обратил на обращение, на это внимание, вот Зюганов, наш представитель КПРФ. Давайте, продолжайте, я не знаю, может быть. Дорогие друзья, уважаемые товарищи, я представлюсь, Дорохин Павел Сергеевич, депутат Государственной Думы, член Комитета по обороне, секретарь Центрального комитета Коммунистической партии и президент Национального союза народных и коллективных предприятий. И вот по поручению, как раз Геннадий Андреевич из Зюганова, для которого многие вопросы связаны с нападками, нападениями на нашу культуру, как и всем моим коллегам, товарищам, близки. И то, что мы здесь записываем, все это фиксируется, фиксируется для того, чтобы передать официальные власти, исполнительные власти и широкой общественности, чтобы люди знали позицию и представителей непосредственного фонда письменности и культуры, представителей российской культурной общественности, поэтому в этой связи я хочу еще раз всех поприветствовать, как на правах хозяина нашей фракции, хозяина этого холла, и буквально несколько слов сказать о той позиции, которую мы здесь занимаем. Ну, прежде всего, что касается вопросов оперативного реагирования, то, значит, по информации, которая была Николаем Мишустиным, собрано, Геннадий Андреевич уже подготовил письмо президенту Путину, и у него встреча будет очередная, вот на следующей неделе. Я надеюсь, что письмо, и обычно это идет встреча, таким образом, что после обсуждения устно каких-то вопросов, письменные, значит, обращения просматриваются в присутствии, а не потом, и обычно идет резолюция. Вот мы надеемся, что, значит, с учетом авторитета Зюганова и вот этой встречи будет на то письмо, которое по защите фонда письменной культуры будет реакция президента, соответственно, исполнительной власти. Это первое, я говорю, то, что мы вот сейчас сделали, оперативно реагировали. Второй момент, это вопросы действительно исторической нашей преемственности, взаимодействия. Я, например, Клыкова тоже с 90-х годов знал, еще когда был у Зюганова советником, когда мы готовили очередные, он был кандидатом в очередных президентских выборов, и решался вопрос о, значит, поддержке, поддержке Клыковым, поддержке казачества. Вот с горой с нашим тоже товарищем мы были тогда у Вячеслава Михайловича. Не всегда были однозначные отношения, но провели мы там весь вечер, проговорили все вопросы, на следующий день они не встретились с Зюгановым, и он организовал там же, именно в фонде письменной скультуры, большой казачий сход, где и все великое войско Донское, и другие приходили, значит, представители российского казачества. Также хорошо знаем и Круто Вячеслав Николаевич, с которым много встречались, работали в плане литературной деятельности, журналистской деятельности, и его патриотическая позиция такая же, как у нас, у нас общая позиция, когда действительно, вот мы сейчас начали говорить, что идет продолжение вот этого либеральной войны, нападок на нашу страну, на нашу культуру, патриотическое понимание, истории нашей, значит, у нас не может здесь быть разночтения, мы все едины, мы давно уже не делим страну на белых и красных, и в этом плане залог того, что, значит, добиваемся результата, пусть непросто, потому что вот эта демократическая, либеральная зараза начала 90-х понакатанная, вот этот каток, он не остановлен, он все равно еще идет, его как запустили, поставили на рельсы, что в экономике, что в политике, что, так сказать, обмен общими мировыми ценностями, мы должны частью быть мировой цивилизацией, мы им часто говорим, если она идет на дно, мы-то тонуть будем вместе с ней, с этой мировой цивилизацией, так называемой западной цивилизацией, мы говорим о том, что у нас есть своя тысячелетняя русская цивилизация, в мире 3, 4, 5 цивилизаций всего, вот мы, та самобытная русская цивилизация, и мы так это воспринимаем, и мои коллеги, мои товарищи из Юганов, что, значит, наш путь, он имеет все необходимое для постоянного цивилизационного развития, и поэтому, когда информация, связанная с продолжением нападок на фонд и попытка ему закрытие поступил, действительно, это вызвало у нас резонанс. Следующий вопрос вы тут поднимали, вот только что говорили про Ельцин-центр, про Свердловскую область, я, так получилось, что в прошлом созыве как раз был депутатом Госдумы от КПРФ, от Свердловской области, и сейчас я вот от Тюменской и Курганской областей избран, и когда уже в конце предыдущего срока Ельцин-центр был открыт, естественно, я не мог не заехать, посмотреть, конечно, я был в шоке, то, что там было, это просто примитивное лекало американских рассказок про нашу страну по определенной технологии, только с переводом на русский язык, действительно, вот этот 3D-фильм, который начинает объяснение всего, он показывает, во что они оценивают нашу цивилизацию, значит, в двух словах это оценка как злобное общество, которое не было ни демократии, ни свобода, ни понимания, и только Светоч Ельцин, который появился значит, на этом постоянно покрытом облаками небосклонии, вот появился луч солнца, появилась частичка голубого неба и так далее, ну и все, все экспонаты, когда мы пришли, например, я заходил посмотреть, как там описывается 93-й год, вот вы видите, здесь это самое, сейчас 25 лет отмечаем трагическое годовщину расстрела Белого дома, это перенесено в узкий задний зал, да, кстати, кадры расстрела из пушек Белого дома, они не убрали, он там есть, но обосновании, что вот так называемая окопавшаяся в Белом доме банда старых советская номенклатура не дает прогресса, призывает перевороты, и мы вынуждены были действовать, вот такая логика, вот такой ракурс, вот такой разворот они делают, и что еще интересно, конечно, Свердловская область много таких ассоциативных фактов дает, ну, например, конечно, один из главных, это факторов, то, что там, значит, сто лет назад была расстреляна царская семья, Ипатьевский дом, где сейчас храм на крови находится, но надо сказать, что... Кстати, там маленькая комнатка всего из этого Ельтин-центра, маленький такой уголочек, расстрел царской семьи, и все на этом. Да, да, и, кстати, сказать, митрополит Кирилл, Екатеринбургский, Верхотурский, это наши хорошие товарищи, с ним постоянно общаюсь, и, кстати, когда, значит, у нас какое-то событие, там, юбилей, допустим, Красной, Советской Армии, значит, комсомол или что-то, я привожу ему по поручению Зюганова награду, он говорит, вешай прямо на рясу, мы же, говорит, все советские ставят, говорит, ну, чтоб Клир видел, зовет Клир, я ему надеваю, значит, награждаю, жму руку, и он абсолютно объективный, адекватный и русский человек, который понимает, что у нас исторический период единый, и переход от, значит, Советской России к современной Российской Федерации, это переход все равно единого народа, единого государства, поэтому понимание такое, не как, так сказать, у некоторых других архиереев, которые с таким враждебным отношением относятся к Компартии, я хочу вам прямо сказать, после того, как в партии, в уставе было главное изменение, убран атеизм и свобода исповедования любой религии, мне многие руководители, значит, святители, архиереи говорят, разницы у нас нет, у нас все совпадало, только у вас Бога не было, после того, как вы это убрали, все барьеры пали, и, соответственно, исходя из этого, из нашего общего понимания, мы будем продолжать ту работу, общественную работу, связанную с поддержкой нашей культуры, еще интересный факт про Свердловскую область, хочу сказать, я, когда там избирался, сразу решил поехать в родную деревню Ельцина, в будки Таллицкого района, на границе Скоростюменской области, это там дальняя точка, кстати, от Екатеринбурга, Свердловска, значит, и когда я был там, мы познакомились с его двоюродным братом, Глебовым, у него другая фамилия, который, вот, как замкнулась история, попросил принять нас в ряды КПРФ, вы помните, что 25 лет назад, или больше, там, Ельцин в присущей ему хамской манере, бросил партбилет в президиум съезда, вот, через два десятка с лишним лет, его ближайший родственник пришел, попросил принять его в партию, мы с ним два часа проговорили, у него, он из староверов, он говорит немножко витиевато, долго, и когда, через два часа я спрашиваю, просто не совсем понял, что он хочет, он не хочет, говорит, вы действительно хотите вступить в КПРФ, я смотрю, у него действительно слеза появилась, он сказал, да, я бы считал это за честь, и мы его после этого приняли, и, значит, когда, а деревня находится в тяжелейшем состоянии, значит, несмотря на то, что в свое время это было одно из крупных сел, там 13 тысяч было жителей, сейчас 6,5 тысяч живет, закрылось все предприятия, люди занимаются тем, что из леса берут хворост, продают его, работы нет никакой, больше того, нет газа до сих пор, я уже два раза с губернатором и с полпредом говорил, вот сейчас только смету составили, говорю, как в средневековье живем, на дровах топим, единственное, что при въезде в деревню висит большой плакат, здесь родился первый президент России Борис Николаевич Ельцин, все, на этом все, значит, реклама этого ограничивается, я уже губернатору говорю, ну ладно, мы свои, мы хоть и критикуем там Ельцин, но люди-то почему должны страдать, а иностранные журналисты приедут, будут смотреть, опять-то, кстати, газопровод идет 500 метров через лес, там можно провести, ну вот сейчас сдвинулся, газ туда будут проводить, да, и завершаю, и завершая, хочу сказать, что когда мы его, журналисты его спросили, значит, брата Ельцина, что бы вы коротко могли о нем сказать, он так задумался и дал две фразы, страну пропил и семью опозорил, в завершении мое короткое выступление, немножко я действительно его развил, потому что определенные эмоции все-таки вызывают, то, что мы сегодня обсуждаем, хочу сказать, что наше сотрудничество, работа, взаимодействие, борьба вместе с вами будет продолжено, и, значит, надеемся, что после встречи с президентом Геннадия Андреевича будет определенный поворот, мы очень на это надеемся, спасибо. Самое главное все-таки надо срочно принимать решение о сохранении нашего центра, центра славянской письменности и культуры, где действительно говорят, нормальные поэты выступают, да, бывают иногда, выскакивает ребята, потом их сажают по 282 статье, недавно это было так, сидя, пришел парень, зашел в центр, говорит, я уже отсидел вот за вот мои, национальные мои высказывания, русские национальные высказывания, говорит, уже сидел, пришел, ну, я считаю, что вот с этой статей вообще надо заканчивать, статья, которая под этим статьей можно любое проявление, просто сказать, я русский, уже можно совершенно спокойно бить меня в национализме, я русский, да, я, есть еще одно стихотворение, я не могу без образа, есть образы, вот это образы, необходимы сегодня, сегодня время без образа, отсутствие образа, нас с утра до вечера, как слепых котят, в дерьмо судят по поводу вот этого желтого тельца, только деньги, деньги, валюта, деньги, как на бирже игры, честь не в чести, стыд, анахронизм, мы должны быть толеранты к определенной категории людей, которые, так сказать, ну, слишком себя, так сказать, выставляют, из, я бы, кстати, изложенный скромности, просто этого не делал, но мы, говорят, уже использовали два цвета нашего знамени, остался еще один, когда мы его будем использовать, так вот, по поводу вот этих всех вещей мы должны, конечно, очень серьезно говорить, но выхода нет, если сейчас последний, сейчас вот оплот нашей культуры, вот этот именно православный, этот центр письменности будут уничтожать вот такими темпами, действительно, к этому все идет, да, какие-то долги, там, так сказать, целая проблема, оказывается, пение уже, были-то там 8 миллионов долгов, а пение 22 миллиона, и нужно какое-то решение, какой-то суд, и действительно, пока пора спасать, как в свое время тоже набросилось правительство Москвы на ЦИДРИ, центральный работник искусств, это уникальное явление, потрясающее явление, ну, там, так сказать, бизнес все-таки надо как-то так, ребята, прибрать и этот центр, что-то там они вякают слишком долго и слишком активно, уничтожается, просто уничтожается, и скоро вообще нигде-негде будет головку-то преклонить, где можно спокойно почитать Пушкина, спокойно почитать Лермонтова, вот этого не будет, к сожалению. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,